Ну что, первый день сна. Мы с Никитой сегодня выселяемся, но сейчас прям раннее-раннее утро. И мы хотим сдать багаж на хранение. Вот нам дали вот такие вот этикетки. Вот так вот открепляешь и сдаешь за 1 доллар. Такое вот хранение. Наконец-то мы выспались. Ну, как выспались, Жизлак все-таки. Но все равно хоть чуть-чуть поспалим. И сейчас пойдем либо на Таймсквер опять, либо опять встретимся со своими друзьями. И сегодня мы уже улетаем из Нью-Йорка. Посмотрите, вид с нашей крыши из хостела просто восхитительный. На Манхэттен, на мост. Вот это у нас Квинс. Квинс. Вот это тоже небоскребчики. Короче, вот такая нереальная красота. Но вот это просто пушка-бомба. Не перестаю удивляться красоте видов, когда выходишь из метро. Приехали на Манхэттен. Нам буквально пару станций. И вот эти небоскребы. Такая красота. Вау, блин. Вадикит, ты помнишь, мы год назад отмечали твой день рождения здесь? Нет. Ты помнишь? Вообще красота. Алиса, у нас красотка. Вид просто бомба. Алиса говорит, что тоже в шоке всего этого. Я вообще не верю, что прошел уже год, и мы здесь снова. Хотя мы были когда? Мы были 26 сентября. А сегодня 14, да, у тебя нет? Да. Никит, ну ты бы мог день рождения тоже в этом году здесь отметить. Ну ладно, ты отметил в новой стране, тоже классно. В Казахстане. Что тебе в Казахстане нравится? Я теперь понимаю, что такое Манхэттен. Снова и снова. Это реально круто. И так красиво. Мы живем в Куинсе. Мы, как бы, Куинс это район с видом на Манхэттен. Вот, там, конечно, такие мелкие домики. Обычно тут просто не идеально. Фантастика. Вау, Никита. Никита, какие у тебя впечатления, что ты на Манхэттене? Блин, сейчас я бы здесь жил, пожил бы, чуть-чуть, хотя бы годик. Я бы пожил хотя бы год здесь. Но все то, что здесь очень дорого. Я не знаю, здесь надо просто жить, как бомжи, короче, целый год, чтобы потом жить нормально. Шикарно, да? Да, да. И так, друзья, мы пришли на Таймскверк. Пас, смотрите, как тут светятся экраны. Даже днем. Но днем здесь не так шумно, например. Как вечером, когда здесь много ненормальных, неадекватных людей. Даже немножко опасно. А вот сейчас утро, воскресенье, адекватные люди в основном, экраны, мы с Никитой. И мы, конечно, не можем поверить, что прошел уже год. И мы с Новостей! Такое, лично, мои ощущения, я как будто бы просто куда-то переехал. Я уже целый месяц путешествую, и, знаете, нет никакого особого впечатления. Единственное, что я рад, что мы прошли эту гребаную таможню. Это было самое сложное. Все остальное, это все прикольно, но я это уже видел. Так, здорово! Мы снова на Таймскверк, центральной площади Нью-Йорка. Несмотря на раннее субботнее утро, здесь уже много туристов. Отчего эту площадь называют перекрестком мира. В это раннее время многочисленные рекламные билборды все еще работают. Работают этих ярких светодиодных экранов здесь больше, чем в любом мегаполисе мира. Всем гостям Нью-Йорка рекомендую посетить Таймсквер, чтобы своими глазами полюбоваться этой красотой. Я сняла уже миллиард видео для Инстаграма, всякие рилсы, фотки, для блога тоже, чтобы мы все какие-то видео проснимали. Так, сейчас хотим сходить куда-нибудь позавтракать. Я посмотрела, еще только 9 утра, а мы уже там весь Нью-Йорка посмотрели. Все такие топовые достопримечательности. Точнее, сам Манхэттен и Таймсквер. Вот и все, на этом все. Посмотрим, какой тут Макдональдс. Может, позавтракаем, может, в другое место ходим. Ой, слушай, здесь есть где-то? Вот такой вот Макдональдс. Сейчас вот зайдем туда. Короче, купили с Рисой Макзавтрак. Хешбраун, они здесь, правда, не очень вкусные, как в России были. Вот, но все-таки. Два кофе взяли, две свиньи-катеты со... Что там? Сминайк, атлетов, сыр, яйцо. Сейчас покажу. Стандартный завтрак. Самое трудное, с видом на Таймсквер. Кофе попробуем. О, горячий. Кофе горячий. У меня руки, знаете, от стресса почему-то такие ледяные. Либо просто я легко оделась, и я грею вам горячий кофе. Всем доброго утра. Нам приятного видита. А сейчас мы с Никитой гуляем по Бродвею и пришли на... Каламбу Серкл. Да, станцию метро Каламбу Серкл. Именно в этом кафе мы отмечали у Никиты юбилей 30 лет. Вот тут вот сидели, тортики пирожные. Вот, а утром мы где-то вот там отмечали тоже тортики пирожные. Кстати, смотри, это здание из моего блога. Смотрите. Да, так классно. Спустя год мы просто шли-шли-шли и сюда пришли случайно. Шли-шли-шли, пирожок нашли, сели-сели и побежали. Блин, столько сегодня эмоций, вы не представляете. Класс. Основные достопримечательности Нью-Йорка – это многочисленные и разнообразные небоскребы, а также огромный центральный парк, куда мы сейчас и отправимся. А сейчас мы пришли в Централ Парк. Централ Парк, тут все выгуливают собак, катаются на лошадях. Вообще, курортное такое местечко, сразу тут стоят экскурсоводы или коми-вейджоры, можно так их назвать, и продают свои экскурсии. Очень тепло, кстати. Вон, погнали. Кареты и собаки играются. Короче, друзья, я вам советую получать визу в Америку, приезжать обязательно в Нью-Йорк со своей второй половинкой, потому что это такой романтический город, но мне прям очень нравится. Ну, если честно, мы вообще как тупори потом становимся и ходим. Ну, в смысле такие просто… А-а-а, блин, Нью-Йорк. Короче, здесь очень круто. Центральный парк Нью-Йорка – Централ Парк, известнейший и крупнейший в мире. Когда после прогулок по шумным улицам мегаполиса попадаешь в Централ Парк, создается впечатление, будто находишься в нетронутом уголке природы. Яркие зеленые газоны, сказочные деревья, среди которых мелькают белочки с пушистыми хвостиками. Нью-Йоркцы очень любят проводить здесь время. Одни совершают пробежки, другие занимаются йогой, многие выгуливают собак, а кто-то приходит сюда просто потусоваться и отдохнуть от городской суеты. Впервые я увидела этот парк в кино и даже не представляю, что окажусь здесь в реальности. Теперь же, гуляя по этой красоте наяву, я испытываю будоражащую радость. И теплая солнечная погода лишь добавляла красок к моим ощущениям. Здесь можно даже прокатиться в карете, запряженной лошадьми. Есть чем занять детей. Можно прямо на траве устроить пикничок и погулять в уединении. Между прочим, в этом парке было снято немало фильмов и сериалов. Мои фавориты это сериал «Секс в большом городе» и фильм «Один дома два». Мой вам совет, если вы окажетесь в Нью-Йорке и даже на непродолжительное время, обязательно найдите возможность и посетите Central Park. Незабываемые эмоции я вам гарантирую. Мы выходили, когда с утра из дома было так холодно. Я думала, я сейчас простыну. Все утро просто меня трясло от холода. А сейчас уже дневное время так тепло, особенно под солнцем. Даже уже жарко. Сейчас идем в Тиньке, вообще комфортно. Особенно в Central Park, и такая свежая, зелень. Короче, здесь кайфово, мне нравится. Очень нравится. Нью-Йорк очень красивый город с разнообразной архитектурой. И здесь есть на что посмотреть. Но если вы окажетесь здесь ненадолго, то не стоит брать автобус на экскурсии. Достаточно просто погулять по центральным улицам. А у нас теперь встреча с друзьями. Встреча друзей. Встреча друзей. Привет. 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 Что ты подключался? Такая встреча друзей. Иллюзия. Сейчас пойдем гулять. И вот мы с друзьями отправились на прогулку. И снова в Central Park. Здесь мое внимание привлекли парочки, что катались на лодочках по озеру. Я слышала, что во время таких катаний многие мужчины делают предложение руки и сердца своим возлюбленным. Это так романтично. Вот бы и нам с Никитой как-нибудь покататься на такой лодочке в этом парке. Мы получили такую массу незабываемых впечатлений, что не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Поэтому поднялись на крышу высотки, откуда открывается великолепный вид на Манхэттен и на весь город во всей красе. Я думаю, лучший вид может открываться, ну, только при полете над Нью-Йорком, на самолете или вертолете. Но это уже в другой раз. Мы здорово провели время с друзьями, болтали, шутили, смеялись. Так что время пролетело незаметно. Короче, выселяемся из отеля. К нам подъехал вот такой вот Mercedes-Benz. О, естественно. Да, вот. Офигеть. Я не думала, что буду ездить в микроавтобусе. Такой вот микроавтобус. Садимся. И едем к нашим друзьям в гости. Доброе утро всем. Мы едем в аэропорт. Мы ночевали у наших друзей. Они нас приютили. Мы такие уставшие были после вот этой прогулки. Мы еще с друзьями гуляли. Потом вернулись за нашими чемоданами. И ночевали у них. Они нас приклеили. Такие гостеприимные. Вообще так здорово, когда у тебя есть друзья в другой стране. Это прям супер. И сейчас 4 утра. 4 утра на 7 часов у нас вылет. В аэропорту Джона Кеннеди в Майами. И мы едем в аэропорт. Как видите, друзья, познакомиться с Нью-Йорком за один день вполне реально. Хотя потребуются некоторые затраты вашей энергии. Ставьте лайк под этим видео и пишите комментарии о формате ролика. Ну а теперь мы летим в Майами. Так что продолжение следует.